Запрет вейпов возможен в течение двух-трех лет, если подтвердиться, что люди в результате курения умирали. Заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов. Почему ведомство так активно заинтересовалось этой темой, какие осложнения для человека влечет употребление вейпов, мы узнали мнение специалиста. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование электронных систем добавки табака наносит такой же вред, как обычное табакокурение. И приводит к заболеваниям бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, а также полустирта. Можно со всей уверенностью утверждать, что это такое же курение. Это новая беда, она появилась не так давно. Поэтому я говорю, что в ряде стран правительство просто запрещает к обороту. И почему они делают это в России, я не знаю. И вот сейчас Минздрав России как никогда близок к запрету вейпов по всей стране. Такое оживление эксперты связывают с сообщением Центра по контролю заболеваний США о нескольких десятках смертей и заболеваний из-за курения вейпов. По официальной статистике, по меньшей мере 18 американцев умерли, а у 1080 были диагностированы легочные заболевания. Тот пар, который вдыхает потребитель, он содержит целый набор химических веществ, последствия вдыхания которых мы не знаем на протяжении длительного времени. Истинный вред мы будем узнавать в ближайшие 5-10 лет. Ну а пока в России идут активные дискуссии на тему того, надо ли запрещать вейпы. С одной стороны, медиками еще не доказан вред от выкуривания электронных систем доставки табака, но с другой, когда опасность все-таки будет доказана, то может быть уже поздно.